привет на связи мистер ваппл и мы сегодня целый день катались на джили атлас 1.8 turbo и теперь мы хотим эту историю рассказать вам так что ставьте лайки подписывайтесь на канал и смотрите видео наконец-таки первая польза от моего youtube канала мне дали бесплатно машину на целый день конечно кстати скажу честно не продажный выпуск они не просили их рекламировать я сел эту машину проехался пять секунд и знаете как было во первых впечатления так быстрее становимся вешаем камеру потому что потому что она нормальная тачка оказывается это нужно быстрее записать я сел в машину и меня все это пугает потому что я ехал сюда скажем так с отрицательной энергией как бы ну вообще скептически настроить к этим автомобилям хотя не по кузову мне нравится как прошлом выпуске вам говорил уже мне интересно вообще показаться на джили потому что они симпатичными мне кажутся в городе но я сел и я и я такой как бы блин она классная и что об этом говорит это что она классная что ли и на самом деле это просто наверное стереотип что китайские машины ерунда она интересная ты сама садишься тебе никакого отвращения даже этот пластик как бы ну понятно это не лухари это не mercedes но тем не менее это круче чем skoda это ключ круче чем volkswagen это круче чем рено это круче чем opel включаешь d если ты стоишь в ручнике нажимаешь газ и на хоп ручник сама сняла и поехала а здесь я такой сел сначала машину дешку газ она садится не едет садится не такой блин думаю ручник такой ручник а вот ручник отключил ручник электро потом она так и поехала она скорость отключится или интересно ухты короче включился и отрубился сразу же нет один вопрос на каких китайских складах они в эти деньги нашли язык жк и дисплей скажите как так я реально вы сюда ехали на убери мы ехали на шкоде rapid и понятно что это не прямой конкурент на автомобиле но просто у нас только настолько будут убоги по сравнению с этой джили что я непроизвольно начинаю себя отговаривать эту мысли вова тебе не нужна джили атлас тебе не нужна джили атлас и я на самом деле считаю тех людей которые взяли их успели под 1 и зен под 1 и 9 процент лизинг ли кредит там был какой-то льготный белоруссии они крутые ребята что они успели это сделать потому что паркетник на каждый день по такой процент бесплатно считать 13 средний час расход за последние 1900 километров на это среди получается трассы город но я двух тонн почти сантону 800 чем разумеется у нас на драйве топовая версия джили атлас то есть максимальной комплектации вы понимали насколько максимально на пассажирском сиденье даже есть кнопочки который позволяет заднему пассажиру двигать переднего пассажира было много места слушайте классный задний ряд сидений и тут мягенький кресло лакированные у нас подставочки для стыканов даже две кнопки жопогревки есть а самое главное смотрите есть кнопка унижения переднего пассажира блин неплохо неплохо лучше конечно эти кнопки единицы здесь находились было вообще отлично сразу еще как бонус сзади идет две резетки юсбишки это реально топчик не везде такой найдешь это очень здорово ребят помните мы обозревали магнитолу в джилием гранд 7 и там на очень не понравилось смотрите здесь они исправились убрали те галимы сенсорные кнопки теле не стали просто физическими смотрится намного лучше кнопка громкости в нормальном месте в нужном где она всегда используется но правда те же показания громкости остались тот же бегунок старенький и здесь есть навигация попробовать как она работает допустим мы стоим сейчас мы хотим поехать куда-нибудь скажем ну не знаю там не мига отдалим карту минск скажем на октябрьскую поедем ну слушать по моему подглючивать не очень красиво все это работает даже куда-нибудь просто поэтому давайте на вокзал хотя просто допустим сюда выбрать как новый пункт вычисляется маршрут начать навигацию не знаю мне не нравится по моему на это слабенькая памяти таком что тут вообще у нас есть в принципе видео как и раньше слышки то есть телефон в принципе больше здесь ничего нет подключить телефон звонить музыка видео таком обратно и управление климат-контроля приятный сенсор нормально срабатывает еще ну и двухзон наклеивать контроль и все короче лучше нормально нормально мультимедиа но ничего больше у тебя даже руль наливной ты вот управляешь бежит и понимаешь что как бы ну нормальная машина паркетник то есть вот эту машину смысл она становится опель мока потому что ну свежие автомобили и я скажу что я здесь сижу здесь круче вот сейчас будет настоящий тест для джили атлас это же городская машина значит должна есть по бордюру вот негде запарковаться и нам нужно запарковаться тут на бордюр немножко посмотрим как она с этим справится есть радостная новость я нашел этом автомобиле первый минус такой первый жирный минус где моя ручка я не понял где моя ручка где здесь должна быть ручкой не пойду почему здесь выемка есть ручки нету я запасил 25 тысяч долларов где моя ручка ответьте мне пожалуйста я нашел в этом автомобиле помимо этого минуса один большой плюс но такой косвенно не ругайте меня если на этой машине не пристёгиваться она слишком долго не орет и не раздражает вас потом она успокаивается и можно ездить не пристёгнутым на самом деле музыка так себе я вам скажу так что ну не впечатляет но играет да играет ничего сверхъестественного так что за музыку вам троечка ребята нашел еще один минус ну может это во мне минус короче я включил его поворотник и не повернул налево и сейчас его пытаюсь выключить и включаешь ну типа среднее положение он не включается сразу по праву вырубает нет нет блин опять не выключил да блин елка какая-то как выключить я до сих пор не могу выключить я играю селевый правый поворотник а он сам зато короче проблемка ребята проблемка поворотнички не в порядке круче хейтеры здравствуйте я не знаю что такое авто холд и я лезу в гугл привет сири авто холд обзор джеллиат раз белл g да я вот еще нет катался на этой машине целый день и я скажу следующее она мне очень нравится она очень хорошая машина но я бы ее не купил вот и купил бы и все а знаете какой причине не тот здесь стоит двигатель даже плевать на эту коробку то что она под ну скажем так не супер быстро зато она надежная мне это устраивает потому что это не гонка но двигатель не тот хоть и это 1.8 turbo она не едет нормально даже на обгоне приходится себя в чем-то сдерживать так что ребята дайте сюда вы в в 6 хотя бы в 8 не надо дайте сюда вы 6 и она пойдет сто процентов потому что молодые ребята молодое поколение пока не может ее брать потому что она не удовлетворяет ее запросам я хочу еще отметить что вот ну это круговой обзор с камер это очень понтовая фишкой и очень удобно и я такой сел сначала круто вот это ничего себе а вот уже там 3 4 раз даешь назад и есть минусы ребята первое ну пиксельность реально качество камеры ну без преувеличения сименс cx 65 2005 год то есть ну вот такой приблизительно то есть отстойненько и серьезных то есть но ты увидишь конечно гараж там машины куда отъехаться но в принципе дорожный знак даже на рано в камеру не разберешь ужасно и еще момент смотрите вот ты садишься в машину заводишь ее только и например тебя нам сразу назад дать она на секунд тридцать или сорок ну подгружается мультимедийной системы там g или типа бла 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 приветствуем и включаешь заднюю тебя камера сразу не вырубается нужно посидеть подумать немножко то есть она в принципе неважно но прикиньте ты где-нибудь поджал срочника в машину прыгать и подъехаться включаешь заднюю она у тебя сразу не включается ты по старинушке по зеркалам как бы ну неудобный момент неудобный еще один плюс этому автомобиля нашел классную реализацию функции временно включить звук буквально на руле смотрите хоп потухло то есть тебе на звонок идет или важный разговор хоп и выключил то есть реально удобно обычно где-то нужно куда-то тянуться а здесь прямо на руле в джойстике реально здорово приятненько там пацаны в кабриолете едут наверное очень круто часто комфортно вообще просто ребята кайфуют конечно понты дороже денег но нам с кондером лучше сто процентов кстати в машине очень сильно радует количество юсби сзади два есть выхода и вот здесь вот в кармашке есть специальные там юсби вход и так сказать кармашек для телефона и у меня здесь водительской стороны ну очень удобно и грамотно расположение реально продуманная фишка просто просто бомба и только что сняли 4 дублика как мы вот оттормозились резко и тормозит она хорошо просто нет но я думаю 5 раз она уже не затормозит начала пахнуть уже тормозами просто так что это просто хорошая машина ездить магазин и тратить деньги по грамм скажем так на ней куда-нибудь в крым не поедешь я считаю что у джили проходимость даже до переднем приводе будет лучше чем у него и поэтому ему съедем в этот овраг и проедем его сто процентов если говорить про салон этого автомобиля то здесь огромное количество плюсов и тем не менее маленькие микро минусы отсутствует ручка например зеркало заднего вида но у нас такой дешманский а тут никаких датчиков то есть ничего нет то есть примитивная штуковина для переключения чтобы тебе не слепило как было еще в 80-х годах то есть ну понятно что как бы на чем-то это надо экономить но прямо на том месте вот это постоянно смотришь раздражает но если плюс смотришь подла самый ящичек для очков а здесь внутри даже все мягко проклеено чтобы очечки не царапались то есть может свои положить дорогущие гуччи и с ними будет все нормально так что ну такие вещи конечно разу и вообще органод эргономика салона она но реально продумано видно что они просто всунули типа пользуйтесь а немножечко приложили усилий какие-то разработки в этом были потому что управлением кондиционером магнитолом все на своих местах то есть очень удобно тянуться просто рукой то есть и включить то есть реально эти моменты просто пушка вот эти ручки наподобие как в porsche каенах стоят то есть ну реально есть за что прихватиться это удобно это здорово кстати в бардачке у нас те избежка и ауксис так что так нормалек все нужно есть как говорится опять же возвращаться как мы снимали в мгранте 7 то есть этот алюминий ну он вроде такой же но связи с тем что в принципе убранством автомобиля намного лучше и этот не так раздражает то есть смотрится уже плохо но не настолько плохо как в мгранте 7 то есть очень нравится ручки открывания дверей то есть они реально влитую смотрится в дверную ручку непосредственно все двери и так аккуратненько хоп и отщелкивается ну кстати заселила что закрой двери давай быстрее чувак ну короче вы поняли на этом автомобиле не судьба заякала ну короче вы поняли на этом автомобиле не судьба за вот такой бугор поехали хотя бы для чистоты эксперимента на маленький за этим попробуем но вы уже наверно полностью упомнили что оффроуд вообще не мое никак а если серьезно то джили даже этот маленький город не может заехать так что я даже думаю зимой может быть у вас с ней проблема на проходимости так что скажем так это это паркет это не джип просто паркетинг это большой крутой универсал так что насчет проходимости махните рукой и забудьте ладно пошли попробуем отсюда это печальное лицо мужика который думал что купил себе джип а это оказался просто паркетинг и вообще в принципе задний ряд сидений не дотягивает до нужного на самом деле удовольствие потому что здесь сидишь и на поворотах на ямочках тебя подколбашивает они конечно сделали вот закидончик на директоров на менеджеров крупных типа организаций а также на наших любимых чиновников издали эти волшебные кнопки но скажем так это не топовое место где здесь можно сидеть за рулем здесь удобнее чем здесь вот передвигаться ну как то сидеть то удобно но вот на код на очко на кочках и на ямках в поворотах не хватает не вот мягкости как стабильности что все комфортно чувствовать давайте позвоним сос короче ребята вторая машина джили я хочу хочу все же позвонить в сос и что они скажут короче нам никто не поможет аптечка наш лучший друг кстати я как и говорил навигация все же но не акте работает лучше яндекс навигатора на ничего нет потому что водитель сейчас пытается забить адрес куда мы едем и просто не находит хотя это просто улица и дом то есть самое простое элементарно это не какое-то там сверхъестественное производство где-нибудь в шабанах то есть ничего сложного тем не менее навигатор не ищет просто улицу и дом когда ты ездишь на этом автомобиле на заднем сиденье есть еще один минус ты постоянно своим локтем открываешь вот этот вот подлокотничек вернее подстаканники вот если бы спинка назад немножко легла как я рассказывал то в принципе локоть был бы вот здесь и ты не открывал так ты вот ложишь рукой хоп и открылся точно такой момент непродуманный неудобно конечно хотя сам поднула подстаканник очень классно исполнен и мне нравится реально симпотно мы ездили на 1.8 turbo вы уже поняли мы ощущение что мне кажется она медленная реально медленно но прекрасно все понимаем что понятие медленно всегда относительно и поэтому чтобы определить насколько это медленно мы попросили еще джили атлас 2 и 4 мы сравним разгон 1 2 так и вырываемся короче сразу ставится за 120 слушай да не может быть чтобы так уж короче еще один заезд и никак просто ухожу и все от него ну все же от 18 кто то есть толку потому что она хотя бы ездит сейчас попробуем 40 километров в час то же самое сделать просто ухожу вот так ребятки наряду с тем что мне эта машина очень нравится вот я сейчас сел в другую джили атлас где двигатель 2 и 4 пробега уже 20 тысяч километров и здесь коробка передач когда вот на паркинг вставляешь такой уже короче механический усилий нужно приложить чтобы переключить может быть это гарантийный конечно случай но чуть-чуть нехорошо надо поработать с этим ребята кстати сел в машину с двумя ключами от джили атлас и она сразу не определила нужно пишет сначала якобы ключ не обнаружено через пару секунд только завелась во все это истории как бы вот мы день покатались я хочу отметить на этой машине несколько плюсов которые реально мне очень нравится ну разумеется это плюс этой комплектации камеры на боковых зеркал то есть реально интересная функция и очень полезно и однозначно лет фары в этой комплектации ну разумеется камеры под значком это тоже здоровки смотрится у предыдущего рестальник вот этот цветовой огонь и только вот здесь вот был ходила час у нас полностью ходит то есть смотрится на самом деле просто пушечка что мне еще поразило смотрите здесь для того чтобы под капот летела меньше грязи между крылом и капотом есть проклеенная резиночка которая спасает ну скажем так от сбивания грязи то есть мелочи реально приятные я знаю что прожили уже было много видосов на ю тубе но вот то что мне в дизайне нравится вот эта линия который уходе уходит на багажнике но реально смотрится сочно то есть ну просто очень красиво и очень сочно это огромный плюс для жили то что они это замусили кстати за эти деньги могли бы добавить уже автоматическое открывание багажника а так все механическое приходится рукой так вот шархать смотрите что еще в багажнике классно разумеется шторка она есть просто я знаю что есть некоторые паркетики который выходит без шторки сразу же я такого скажем так давно не видел здесь есть какая-то пимпочка и если подковыриваешь короче это тросик чтобы дергать открывать бензобак аварийный но реально прикольная фишечка такая я хотел бы посмотреть что еще находится здесь вообще в багажнике как он укомплектован вот эти ручки пластины пластиночки все-таки реально добротные приятные запаска запаска ухты камера упала запаса кстати не литой диск а простая железяка стоит магнит уже литой забросить ну здесь конечно никто еще ничего не трогал никогда но вот вопрос шумки конечно проблема тут то есть голый металл шумки никакой не проклеена и было неплохо здесь были пластиковые органайзеры какие-нибудь они просто то есть бездонная бочка куда нужно кидать все и потом никогда в жизни не находись как бы так что такой ну спорный момент но тем не менее во многих современных паркетниках есть такая фишка что дверной пластик заходит уже на порог то есть ты зимой когда грязный выходишь и у тебя порог весь снегу или грязи то есть ты штанинами не вымазываешься а здесь это грань то есть она она еще не спрятана то есть смотри если выложить машины то есть я ногой одну по-любому шерохаду здесь вот то есть и вот эта часть будет постоянно грязная так что как бы но это не то чтобы плохо но скажем так могли бы замутить эту фишку было бы классно полезно для джили чтобы дверной молдинг закрывал полностью весь порог резина белка белорусская резина стоит и вот это реально круто молодцы что белшина под свое же производство замутили этот размер потому что я однажды себе года на тренер на четыре назад искал 18 резину у них ее не было а теперь она у них есть под свои же автомобили так что это реально здорово и тем не менее белорусская резина скажем так она не топчик но для гражданского использования ну выше крыши так что отлично что хотя бы на этом они делают свою резину в этом автомобиле есть еще один большой жирный минус этот цвет вот вообще никакой и просто было бы она черная или белая скажем было конечно лучше а кстати мы звонили на джили центр и чтобы купить такую комплектацию в белом или в черном цвете в черный цвет короче нужно ждать до июля месяца короче где-то полтора а белый цвет по-моему три недели нужно ждать так что с цветом конечно такой косячок так сказать но это опять же на любителя это ну ну мой взгляд на вкус и цвет товарища нет так что ну согласитесь то есть если бы она была черная смотрелась более представительская какой бы вывод я вообще хотел бы сделать по этому автомобилю он мне очень понравился я удивлен я сел в автомобиле ехал первую секунду такой вова стой стой как же так она не может тебе нравится что-то не то подожди я даже сразу же там поставил гу про чтобы записать какую-то первую реакцию просто реально классный комфортный качественный автомобиль но я бы его не купил а знаете почему потому что даже если брать эту автомобиль под задачу просто ехать по магазинам на работу кататься там бабушки в деревню и не строить из нее пушку-гонку или просто она там была быстрая ее все равно мало реально этой мощности мало потому что просто поехать там со светофора окей она едет но по трассе там скажем где ты едешь сотню тебе нужно обогнать фуру ты нажимаешь газ пол не хватает ей мощности она не подрывает старый там не знаю камеревский 3.5 атмосферный простой едет лучше этого автомобиля и оно понятно лучше там же больше льму лошадей и 3.5 все же объем но просто если бы джили свою топовую комплектацию не поставили в двигатель бы 1.8 турбо поставили скажем реально 3 литра v6 какой-то атмосферный это было бы лучше на самом деле понятно наверное был бы больше расход вопрос экологии тяжелее было бы решить и вопрос расхода многих бы пугал но я думаю что тот автомобиль можно реально было называть топовом а так это скажем так он не дотягивает до на следующую ступеньку разведия он еще в той же лиге где киа там сорэнто и хендай карета работает приблизительно там пока так что он хороший но если вы хотите просто нормально ездить шустренько нет не этот вариант тем более версию 2.4 вы видели сегодня наш драк скажем так ну такой якобы драк 2.4 совсем не едет 18 хотя бы там что-то чем расправляются но внешность скажем так из 5 старые будки отдыхает стопудовая это лучше это лучше по внешке короче уже прошли сутки как я сдал джили атлас и я вот размышлял так реально машина не стала неравнодушным и я понял одну фишку этой машине не хватает истории просто красивой истории как бмв мерседесу или скажем даже какому-нибудь альфа ромео альфа ромео скажем так никто же не покупать но все ее любят она просто потрясающая машина такие джили атлас не надо история ну или хотя бы сняться в конец клипе либо просто в фильме я думаю этой машины будет все классно когда и придумывают историю и эту историю повести это все и и и и и